Продолжение следует... Проект Харьков Медиар. Сегодня в клубе Культ. Сегодня у нас такое мероприятие такое по трэшу, по мясу. Я зашел, что мозги в мясо превратились. Сегодня группа, которая рубила на сцене, просто вынесла мусс, превратил в мясо. Как вы называете? Название и стиль. Я четко определить пока не смог. Фростбайт, а играем мы молодежный гей-рок. Ну, это да. Это ты играешь. Ну, а как ваш стиль можно охарактеризовать? Кроме этого, если не молодежный гей-рок? Ну, а если в двух словах, то Death Metal. А давно на сцене вообще? С 2010-го, наверное. Ну, вот так вот, да. А часто удавалось расстрелировать где-то по народам ездить, либо чисто в Харькове? Нет, мы пока чисто в Харькове. А про Киклуб? Ну, в Жаре, в Черчилле, пока он был в Черчилле, в НПК, в НПК были, в Путин, в Артате были тоже. Ну, и как атмосфера Харьковских клубов? Вы можете о каждом из этих мест рассказать, о своем мнении? Как публика там, либо она везде одинаковая, либо же она начинает? Везде одинаковые тематические концерты в основном. Атмосфера новая. Везде свои плюсы, везде свои минусы. Жара, например, огромная, но с минусом в том плане, что там людей приходит немного, и там, допустим, холодно. И, опять же, большое помещение, там эхо постоянно. То есть многие жаловались постоянно на жаре. В Черчилле, наоборот, все жаловались, что места мало, никому не хватает. Ну, зато лампа воюл. Зато лампа воюл. В НПК вообще непонятно. Его сейчас вроде там закрыли, НПК. Да, Миша Крайнин, Джеймс. Он, говорят, забухал там футов. Там, наоборот, да. В Ваку, на монастыке мы один раз выступали. Как там, кстати? Ну, нормально. А как публика? Лезут фанатки на сцену, бросают на пастель, там, на автографы. Мы не настройки хорошо играем. Случаи в ней было, да, пока что-то нет? А есть ваши где-то альбомы на дисках, хотя бы ВКонтакте, какие-то треки? В ВКонтакте мы выкладывали один старый альбомчик наш, который мы учили, учили. Домашняя запись, да. Писались дома чисто все, да? Да, да. Ну, следующие будем... В студии на дисках. А на какой студии плане? На этом стиле у Никиты Шкурова. А, ну, я понял. А клипов нету никаких? Нет. Концертные записи на телефон, да? Да, не на телефон, а на планшет. Ну, планшет это... Как вам сегодняшнее выступление вот здесь? Глубы Культа, там бывшие Тертель. Как атмосфера у вас? Сделали хорошо. Нам нравится, собственно. Многим людям не нравится, они пишут в фалете, захочешь поставить, там написано, граните Тертель, там, вот вы не считаете? Это была надпись классная, все будет хорошо, ее стерли, я думаю, это плохо. А вам вот как, не хочется, чтобы, если помните, вот тут раньше было на Рыгана, тут была Рыгана, да, чайка-ната какая-то, непонятно. А сейчас, так видите, культурно, портреты вот актеров высят, отцены, вот как вам лучше? Нам лучше, да, выглядит все по-человечески хотя бы. Ну, понятно. А что бы вы хотели пожелать вот поклонникам тяжелой музыки в Харькере? Во-первых, это как-то первый вопрос, а во-вторых, как вам кажется, она в Харькере развивается, либо загибает? Такой, мелодик, деск, дескор, современная тяжелая... В последнее время, не знаю, как-то такое ощущение, что людям меньше мы начали интересоваться вообще. Ну, это абсолютно естественное и глобальное явление, то есть с заявлением интернета людей меньше стало это все интересовать. Ну, нам приятно, что остаются люди, которые ходят. Ну, вы вот на сцене с 2010 года в Харьковской клубах, когда вот был самый пик, что больше всего ходили и интересовались? На первом концерте. Ну, то, 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 как мы начали выступать. Да-да-да, вот когда начали все, вы распугались? Да, все, сразу все, фукторы такие. Ну, даже я зашел, у меня мозги сразу в мясо погрутились, я даже не ходил, что-то гей-рок там, или там дес-метал, что-то такое. Ну, я играю дес-метал, а у него гей-рок выходит. Ну, кто нашел, как хорошо. А вот как дома относятся к вашему творчеству? Слышали там друзья, девушки, родители вашу песню, там, шапки сняли? Конечно. Как они вообще? Я, например, своих родителей стараюсь держать подальше от этого. Я считаю, что, ну, то есть они говорят, вот, мы к тебе на концерте мамку, не надо. А что мама слушает? Ну, они у меня старые, фанаты старые попсы, типа Аппы. А у того его клуба, типа Узи Осборн, они тоже не нравятся? Ну, такое, Скорпиус. Ну, хоть Скорпиус-мом, вот, да? Такое, да. Ну, хоть Мистас Михайлов, там, такое. Это такое, не такое, все там тоже рады. Ну, куда? Старое, но коробку. Ну, как быть, Дорнер и, там, Фония. Какие планы на ближайшие полгода планы творчества? Альбом записать? Потом где-то будет выступление, наверное, типа вот этого клуба, там? Ну, да, мы хотим записать мини-альбом, и вот, песен на 5-6, немножко, наверное, сменим жанр. А на что будет стиль? Стильной модной молодежи, я даже не знаю. Ну, вот у нас, как-то, под металл пареный. Если новое исполнить, они как-то много отличаются от того, что... Так, на интервью куда-то звали, кроме этого, вот, сегодняшнего, не знаю. Ну, на ТВ, радио как-то нет. Ну, мы же играем так. Ну, видите, вот, Харьков Медиа-Арт, это первый антерраундной проект, что вот именно таких вот групп, как раз будет. Звать на интервью даже в клубах, в ребенке после концерта. Отлично. То есть, что бы вы хотели пожелать таким же группам, которые посмотрят, в которые мы будем дальше интервью... Пацаны не надо. А если это делают? Ну, есть же женские... Не стоит, не стоит, правда. А если это делать? Если там папа в татуках походит, там, поет в ролл с крым-вокалом на сцене... Идите им нужно. А что, что надо надо? Пожелают что-нибудь, что им надо делать? Они, может, не знают, ну просто... Да, ну... Просто там, по-ношению на селфи фоткаться, да, лучше? Такое... Да, пиво пить на патниках тоже, наверное. Ну да, там, в телефоне мужик, но... Мужут, да, сфотографироваться на фоне. Хороший чувак, можно... В Радмире в туалете фоткаться. Пусть лучше, и нормально. А я вот только что зашел в туалет поставить, вот говорили, что там Черчилль, говно убрали, все. А захожу, а там кто-то... А там чисто! Кто-то выпил Рево, и Рево выплевал в унитаз. Ну так воняло, и запах этого Рево мне захотелось. Так унитаз сделал. Вот. А там написано, если надпись, верните Черчилль. Так он уже вернулся. Он уже да. Уже по себе там возвращается в унитаз. Дух старой школы живет. Все-таки живет в этом здании. Несмотря на все усилия. А вот все-таки вот интересно, что с подвигом вас играли? Вот такую... Metal Core, это как... Melodic Death, Melodic. Да. Так получилось. Все хотели свои недостатки. Ну это преимущество, я бы сказал. Потому что это не то, что там песня какая-то. В лагерях все-таки вот. А так и интересует. Есть группа, которая уже осень в лагерях. Есть, да, тут я помню. Ну была, точнее они уже неандрят. Только мы в Белару приезжали. Да, в Тремар Тремар. О, Голл знай, она еще в телефоне была та-да-да. Они приезжали сюда в Черчилль паруратов. Потом они распали. Ну и напоследок, что вы желаете? Харьков медиа-арту, как проекты вообще? Абдеграундные места в группах города Харьков? Нам очень приятно, что кто-то этим интересуется. Ну скажите, напоследок нашего интервью, как бы, что вы думаете? Хорошо. Об этом творчеству, пожелания администрации и заведений, где такое концерты проводят с организатором, ну и людям, которые играют по ходу музыки. Давайте всем играть музыку. И делать это хорошо. А не так как? А не так как? Ну и лучшего. Ну да, я напоминаю, это был проект Харьков медиа-ар. И группа как бы называется? Frostbite. Все забывают. Мелодик Дэсс, да, и Гея Ов. Я забью ВКонтакте, да, на всех просторах. Еще один дикт. Да. То есть до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok Поп microorganism. Поэтому объявляю вас тамwonить во сельirosk, а до приятное минуты причали на эфире. Да.